Наш канал о практической стрельбе, но одни из самых популярных роликов о кино. О кино с оружием. Поэтому сегодня у нас будет стрелковый разбор на новый фильм Extraction 2. Внимание! Дальше будет стрелять. Герой нашего фильма Рейк. Он получил ранение в шею. Пуля вошла сзади из автомата Калашникова и вышла спереди. Такое сквозное проникающее ранение. Но поскольку у меня есть медицинское образование и есть определенное представление о терминальной баллистике, я немножко посвящу этому время. Насколько вероятно получить такое ранение и после этого выжить? Ну, надо сказать, что в нашем мире почти все вероятно. Безотносительно того, что это кино, но ранение в шее из автомата Калашникова носит крайне тяжелый характер. Давайте хотя бы перечислим те органы, жизненно важные органы, которые там находятся. Естественно, гортань, глотка, трахея, пищевод, щитовидная железа, различные мышцы, лимфатические узлы, нервы и нервные узлы, кости позвоночного столба, спинной мозг, еремная вена, сонные артерии. И вот представьте, пуля должна обойти большинство этих жизненно важных органов, и ему должна быть оказана медицинская помощь прямо максимально немедленно. А он еще упал в воду, а там грязь. Это будет очень грязная рана. И пуля должна не задеть, либо минимально задеть эти жизненно важные органы. С одной стороны, это возможно, потому что, как мы видели, наш злодей стрелял из автомата Калашникова. Калибр 70,62х39. Особенность пули, выпущенной из автомата Калашникова, заключается в том, что она достаточно стабильна в полете, и начинает кувыркаться только после прохождения 25 см ткани или живой плоти, как в нашем случае. Поэтому она еще не успела начать кувыркаться. Но с другой стороны, при попадании пули образовываются временные полости, постоянные полости. Они повреждают окружающие органы. Даже если раневой канал и не задел, прошел мимо этих жизненно важных органов, то окружающие органы получают контузию. Один из первых кадров нас удивляет тем, что наш герой стреляет от бедра, стреляет мгновенно и попадает в кружку. В принципе, это возможно. У нас есть видео, как это делается на постоянной основе. Но что мне не понравилось в этом кадре, обычно, когда фиксируют оружие для стрельбы от бедра, оно зафиксировано, словно привязано к корпусу. И мы, двигая корпусом, на самом деле целимся корпусом. А у него рука вытянута больше, ну ладно. Может быть, у него своя собственная техника. Тем не менее, можете посмотреть вот этот классный ролик о том, как стрелять от бедра. Основные события фильма развиваются в Грузии. Кстати, у нас на канале есть ролик про Грузию, о том, как можно купить там 100 пистолетов для граждан. Здесь мы видим, что наш герой не надевает шлема. Шлема, хотя шлем очень хорошо помогает как раз вот в таких ситуациях. На нем есть все оборудование, а шлема нет. Но, скорее всего, это сделано потому, что за свое красивое лицо он получает деньги. И закрывать его шлемом это не очень хорошо. Кстати, в другом фильме, вот в этом, мы видим на наших героях шлемы. Но они посажены слишком низко. И это значит, что они их подгоняли, убирая внутреннюю подкладку. Для того, чтобы шлемы слишком сильно не возвышались над головой. В этом эпизоде мы видим так называемый магнифайр. То есть это такое оптическое устройство, которое обычно в три раза увеличивает картинку. И использует коллиматор как точку для прицеливания. Точка коллиматора является частью этого прицельного устройства. Так вот, если мы стреляем на близких дистанциях, то так называемый магнифайр нам не нужен. Мы стреляем либо через коллиматор, убирая магнифайр в сторону. И двумя глазами смотрим на нашу мишень. А вот тут у нас глушитель. Использование глушителя стало уже давно нормой при тактических ситуациях, даже в охоте. Если у нас пули сверхзвуковые, то звук выстрела будет достаточно громкий. Тем не менее, использование глушителя супрессора оправдано, поскольку в закрытом помещении вот такой вот глушитель все равно помогает. Иногда мы сталкиваемся с тем, что стреляя в темное время суток, мы стреляя слепим самого себя вспышкой выстрела. И стрелять гораздо комфортнее и в плане звука, и в плане ослепления. Кстати, о глушителях. В России у нас тоже есть вот такой вот ролик. Наш герой поставил взрывчатку, видимо, на магнитном держателе, который взрывается, открывает дверь. И все бы ничего. Мы видим, что враги разлетаются в стороны, но ближе всего находятся наши герои к взрыву, а на них он практически не оказывает влияния, что, конечно, нереалистично. Взрывная волна на всех действует одинаково. Если она не читала сценарий, подсказывает мне Иван. А вот тут наш герой открывает замок двери одним выстрелом. Мы видели, как трудно открыть замок с помощью выстрела, тем более из такого оружия. Существует специальное оружие для открытия выстрела, специальный заряд для дробовика, который прикладывается в специальное место, и то там не обходится одним выстрелом. И, как правило, стреляют не в замок, а в петли, и далеко не каждая дверь для этого подходит, а тут еще и металлическая дверь. Короче, не рассчитывайте на то, что вам одним выстрелом удастся просто так бах и открыть дверь. По натовскому наставлению, при открывании дверей прямо прописано, что делается два выстрела в каждую петлю, либо в замок. Наш Крис Хемсворт, Рейк, вытянул пистолет для того, чтобы произвести выстрел. Мы ведь только видели в самом начале, как он стрелял спокойно в маленькую чашечку от бедра и попадал в центр стакана, в центр этой кружки. А здесь ему зачем-то понадобилось вытянуть руку с пистолетом. Но они упали, катаются, и при падении он роняет пистолет. Друзья, ну наверняка, если вам в жизни приходилось драться, или если вы видели хотя бы, как кто-то другой дерется, если у него в руке нож или пистолет, или еще что-то, он будет держаться до последней секунды за него. И он в последнюю очередь выпустит пистолет. Короче говоря, я сомневаюсь, что профессиональный стрелок будет вытягивать оружие для производства выстрела. Скорее всего, будет стрелять вот так вот, ставя руку, чтобы к нему не подошли. И стрелять на такой дистанции от бедра. И это несложно делать даже в средней подготовке стрелку. А такому профи так тем более. А вот здесь мы видим выстрел из гранатомета. Что нереалистично, это звук. Когда мы стреляем из гранатомета, звук сухой, короткий. А здесь мы слышим словно двигатель. Например, ручной противотанковый гранатомет. Он реактивный, и там реактивная струя может создавать такой звук. Такого рода гранатомет, как показан в нашем фильме, он такого звука не издает, конечно. Ну и взрыв с клубами огня нет, конечно. Это будет совершенно другого характера взрыв. Кстати говоря, я обратил внимание на то, как установлен коллиматор. Дело в том, что этот коллиматор установлен как на стрелковое оружие. Но на самом деле он должен находиться под углом. И вот в одном из других кадров мы это видим. Почему под углом? Потому что стреляя из гранатомета, мы должны учитывать траекторию полета гранаты. Она летит не по прямой. Любая даже пуля летит не по прямой. Но есть дистанция прямого полета. А здесь она почти сразу начинает снижаться под действием гравитации и сопротивления воздуха. Поэтому стреляя из гранатомета, мы стреляем навесом. Так что если коллиматорный прицел у нас установлен ровно, стреляя по навесной траектории, мы вынуждены поднять ствол гранатомета. И тогда мы перекрываем нашу мишень, наши ворота или какую-то позицию. А если мы разместим коллиматорный прицел под углом, тогда мы будем на всей траектории, даже при том, что навесом летит граната, видеть нашу мишень. Поэтому на таких гранатометах прицелы располагаются под углом. А вот перед нами одна из самых эффектных сцен всего этого фильма. Драка в тюрьме. Мы видим, как здесь мгновенно заканчиваются патроны у нашего героя. И это соответствует действительности. Дело в том, что темп стрельбы у автоматического оружия, как правило, высокий. 700, 800, 900 выстрелов в секунду. И все 30 патронов из нашего магазина, не называемого Рожком, будут вылетать буквально за 2, иногда даже быстрее, чем 2 секунды. Поэтому он истратил буквально одной длинной очередью все патроны. И при этом очень качественно и хорошо перезарядился. Вообще надо сказать, что буквально все герои нашего фильма, и злодеи, и хорошие ребята, очень хорошо обращаются с оружием. Особенно Крис Хемсворт. Он имеет большой опыт обращения с оружием. Для него это далеко не первый экшн-фильм, где есть консультанты на высочайшем профессиональном уровне. Если вам, кстати, интересно, у нас есть ролик про 10 самых лучших голливудских актеров, которые умеют обращаться с оружием. Посмотрите его обязательно, ссылка будет и в конце этого видео. Обратите внимание, какая классная перезарядка, какая своевременная и как все правильно сделано. Это большой плюс фильму. Все очень здорово обращаются с оружием. Злодеи обстреливают бронированный автомобиль наших героев. И мы видим что? Мы видим одну из лучших демонстраций того, как работает бронированное стекло, которое я видел когда-либо в кино. Поскольку именно так изнутри выглядит обстрелянный бронированный автомобиль. В этом фильме, кстати, использовано очень много практических эффектов. То есть это не компьютерная графика, а это буквально на натуре сделаны переворачивающиеся автомобили. А вот оружие используется не настоящее. В основном в этом фильме, как и в первом, использовались страйкбольные приводы, которые стреляют маленькими белыми шариками. Только что я похвалил эпизод с бронированным стеклом, но вот тут уже лят. Мы видим, что бронированное стекло слишком тонкое. На самом деле бронированное стекло выглядит вот так. А здесь оно просто обычной толщины. А вот и как обычно в таких фильмах стрельба из гранатомета, которая показана нереалистично. Но зато зрелищно. Дело в том, что при выстреле из гранатомета там что-то типа РПГ-7. Автомобиль, естественно, не перевернется. Тем более тяжелый бронированный Гелендваген. Таким взрывом никогда вы не перевернете. И будет просто дырка, отверстие. Для того, чтобы перевернуть машину такого типа, нужно наехать на что-то типа мины ТМ-63. И то сложная одна на другую, чтобы там 8 килограмм помноженное на 2. Наверное, только в этом случае. Вместо того, чтобы бежать 200 метров по открытому пространству, где в тебя стреляет несколько человек из автоматического оружия, лучше было спрятаться за мощные броневики, которые бронированы, пуленепробиваемые. Сначала разобраться при их точной стрельбе, это бы не составило им труда. Разобраться с врагом и потом только переместиться в точку эвакуации. Вместо этого они под шквальным огнем бегут 200 метров. Причем бегут практически по прямой. И промахнуться здесь очень тяжело, когда у врага тем более множество пулеметов. Мы видим ту самую условность, которая из фильма в фильм переходит как заклятие. Это косорукость врагов, которые не могут попасть в мишени, которые даже находятся рядом с тобой. Если уж попадают, то куда-нибудь в плечо. А плечо, как известно в кино, у нас не содержит ничего, кроме поролона. И ранение в плечо не замечается. И можно спокойно до конца фильма, и хоть пять раз вам туда попадут, бегать. Вот еще одна перестрелка в поезде. Но здесь уж трудно что-то комментировать, поскольку это все больше похоже на аркаду, типа компьютерной игры Battlefield. Вначале я подумал, да это просто невероятно, что вертолет подлетел и справа, и слева, и сверху. Что он такой суперуправляемый. Оказалось, что это совершенно настоящий вертолет. И пилоты действительно мастера своего дела, которые умеют настолько синхронизировать движение актеров, движение поезда, свое собственное положение в пространстве. И облетать этот самый пояс со всех сторон. Так что браво пилотам. Рейк стреляет из М4, попадает им в голову. Да, на голове, конечно, находится шлем. Но выстрел из М4 в среднем это 1600 джоулей, которые куда-то должны исчезнуть, куда-то деться. Даже если ваш шлем выдержал бы такое попадание, тем не менее, по голове вы получили бы очень серьезный удар. А здесь наши враги как ни в чем не бывало. Более того, сами шлемы имеют вентиляционные отверстия. Это очень легкие тактические шлемы, которые нужны для дезонтирования. Чтобы вы головой не бились об железки. А не для того, чтобы защищать вас от множественных выстрелов в упор из автомата. У большинства героев не вставлены плиты в бронежилет. Хотя бы какую-нибудь картонку бы туда поставили. А у них облегают по форме тела. Значит, там нету плиты. Здесь Тайлер Рейк стреляет из минигана, от бедра, по вертолету. И темп стрельбы там очень высокий. Он может варьироваться. Но я думаю, что в этом случае это 3000 выстрелов в минуту. И так невозможно удерживать данное оружие. Поскольку там накапливается отдача от каждого выстрела в такую огромную массу, такую энергию отдачи. Что он не устоял бы на ногах, ни за что бы не удержал это оружие. Хотя, с другой стороны, оружием можно удержать подобного типа, как это делал Шварценеггер в фильме Терминатор 2. Но стреляя холостыми патронами. Когда ты стреляешь холостыми патронами, то не возникает такой отдачи. Из вашего ствола не вылетает массы, поэтому вы не получаете настолько сильную отдачу назад. Друзья, а посмотрите-ка еще повнимательнее на этот эпизод. Вам не кажется, что здесь есть кое-что не только странное, но даже комичное? Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. А вот мы дошли и до Джаггернаута. Такой зверский зверь, здоровый, но почему-то шлем опять не надел. Даже маленькая пулька может остановить самого большого желоба. Здесь мы видим РПГ-7, который опять стреляет по машине, переворачивает. Но дело не в этом. Дело в том, что от РПГ-7 нет отдачи. Это реактивный гранатомет. И он, наоборот, иногда может вызвать клевок вперед, вместо того, чтобы отлетать назад. Из-за того, что человек, ожидая выстрела, он собирается, напрягается и корпусом толкает наш гранатомет вперед. Кадр, который мы видели миллион раз. У нас РПГ сбивает вертолет. РПГ это не стингер и не игла. У него нет никакой головки, которая ищет мишень. Это просто граната с реактивной жопкой. Она летит, куда попала. И попасть из гранатомета сложно, если вы не стреляете в упор. А здесь достаточно быстро летит наш вертолет. Так что это возможно, но это очень сложно. А вот этот эпизод мне очень напомнил. Эпизод из фильма, старого фильма «Снайпер». Там тоже снайпер стрелял из вертолета. Но Том Берринджер, игравший опытного снайпера, он сказал, что ты не мог попасть из этой винтовки, из летящего вертолета в мишень. Здесь дважды подряд попадает в голову из вертолета. Это невозможно. Есть возможность, что метеорит попадет кому-то в голову. Сам вертолет движется. Снайпер стреляет с рук. Это постоянная болтанка. Когда он смотрит в оптический прицел, а тут он с оптикой, с высокой кратности, с рук, с вертолета попадает в голову. Это очень нереалистично. А вот еще момент работы с оптикой. И он использует так называемый прицел переменной кратности. Так вот, этот прицел он не использует. Он смотрит поверх прицела. Хотя мишень у него находится на расстоянии около 100 метров. И здесь как раз самое время применить. Поставить где-нибудь на троечку или на четверку. Прицелиться через прицел. Аккуратно обработать спуск и попасть в нашего злодея. А вот этот момент мне очень понравился. Злодей перезаряжает оружие и досылает патрон сверху. Мы видели, очень часто видим в ютюбе, когда автомат Калашникова при перезарядке. Вставляем в магазин. Они переворачивают оружие с этой стороны. Или не переворачивают оружие. Подсовывают руку с этой стороны и досылают патрон отсюда. Это не очень хороший способ, я вам скажу. Конечно, можно бесконечно спорить. Но я считаю, что это вредный достаточно навык. Во-первых, у вас много шансов, особенно в суете, маленькую рукояточку от автомата Калашникова просто пропустить. Чуть-чуть отвели в сторону и вы не попали. А вам нужно перезарядиться, вам нужно дальше стрелять. Во-вторых, иногда при перезарядке и сопровождении затвора вы не видите, что гильза у вас стала поперек. Возникла так называемая печная труба. И у вас возникла задержка. Вы это в попыхах не увидите, потому что со всех сторон стреляют. Скинетесь, соберетесь сделать выстрел, который, может быть, вам жизнь должен спасти. А у вас выстрела не происходит, потому что затвор заклинило и гильза из него тащит. Поэтому такой способ, когда вы дослали, повернули, вы глазами видите окно экстракции, оттянули затвор, отпустили его, и он своим ходом закрыл и дослал следующий патрон. Это самый оптимальный способ перезаряжать автомат Калашникова. Вот здесь интересный такой противоречивый момент. У него высокий крон на коллиматорном прицеле. Высокий крон, то есть устройство, на котором держится этот коллиматор, он высокий. И, в принципе, для автомата Калашникова это не нужно. Потому что автомат Калашникова изначально сделан таким образом, чтобы линия прицеливания находилась низко, над уровнем ствольной коробки. Но дело в том, что он работает с бронежилетом. А бронежилет заставляет приспосабливаться по-иному к вкладке. Иногда еще бывает шея закрыта и защищена. И тогда по-нормальному, по-человечески, в автомат Калашникова вложиться будет сложно. И люди вынуждены принимать какое-то иное положение. И здесь высокий крон может пригодиться. Наклонить его чуть-чуть в сторону, у вас приклад уезжает. Но отдача небольшая, иногда можно даже вот так с рук стрелять, все равно это возможно. Тут у нас интересный момент. Растяжка. Граната М67. И, во-первых, зачем вешать гранату на уровне лица, чтобы ее легко было обнаружить? Обычно растяжки делают так, чтобы их труднее было увидеть. Но бог с ним. Самое главное, что запал срабатывает не сразу. У вас есть 4 секунды на то, чтобы предпринять какие-то действия. А здесь все очевидно. На российских гранатах, когда рычаг отваливается, происходит такой пух. Это первая инициация, после которой у вас есть еще 4 секунды. И это, кстати, демаскирует. И в таком случае с растяжкой было бы еще больше времени. И больше времени на осознание того, что перед тобой сейчас произойдет взрыв. Так что это нереалистично. Наша героиня, прежде чем напасть, громко кричит. Но зачем же предупреждать о своем нападении? Надо нападать молча. С другой стороны, есть понятие приоритета выбора целей. Которое для себя более опасное и менее опасное. У нее вооруженный человек, который хватает ее за автомат. Находится буквально в одном метре от нее. А она зачем-то стреляет в того, кто находится в 20 метрах от нее. Это абсолютная глупость. Потом еще и полчаса нужно усиленно драться с ним до потери пульса. И получая множественные ножевые ранения. Так что, несмотря на то, что Фархани одна из красивейших иранских актрис. И, возможно, кто-то получит большое удовольствие от того, что она на нем посидит. Тем не менее, надо было действовать иначе. Нужно сначала поразить первоочередную мишень. А потом ту, которая на 20 метров. Вот здесь надо сделать паузу. Интересно, злодей толканет? Речь перед тем, как спустить курок. Толканет. Ну и, конечно же, ему помешают. А как же по-другому? Только что он получил ранение в руку. Вот интересно, это ранение как-то будет дальше играть роль в этом фильме или нет? Посмотрим. О, класс! Возможно, это самый интересный эпизод во всем фильме. У нас показана задержка на пистолете. Это так называемая печная труба. И она обоснована. Если вы стреляете с одной руки и не очень мощно, крепко держите пистолет, то гильза действительно может не экстрагироваться и застрять прямо в окошке экстракции гильзы. Здесь это и произошло. Интересно, вот сейчас специально сделаю паузу. Интересно, она сбросит ее, красиво выдернет, стрельнет? Или самое главное, она же на одной руке исправит об одежду. То есть возьмет, целиком зацепится за карман, дернет вниз, передернет затвор, дошлет новый патрон и сделает выстрел с одной руки. Неужели она это сделает? Это было бы круто. Эх, обидно, но она красиво не сделала такое движение. Ну что же, если она нас не порадовала устранением задержки, то здесь ситуация все-таки немного исправляется. Почему? Потому что она перезаряжается, одновременно уходя с линии атаки. Когда в нее стреляет, она меняет позицию. Так несколько сложнее попасть в тебя. Хотя, конечно, дистанция там маленькая, и вы бы попали. Но враг не попал. Короче говоря, неплохо перезарядилась, неплохой эпизод. Как я вижу, раздробленные кости руки не мешают ему бить злодей именно этим кулаком, а не сохранять эту пораненную руку всеми путями и использовать что-то другое. Потом в драке гораздо лучше использовать какие-то тяжелые предметы. Да хотя бы магазин, хотя бы пистолет. Но зачем голыми руками драться? Это, конечно, все требования, видимо, кино. Здесь у нас показан гранатомет М32. Небольшой косяк, он неправильно перезаряжается, поскольку барабан надо вручную прокрутить, тем самым натянув пружину, за счет которой будет потом вращаться барабан для следующих выстрелов. Замечу, что пистолет сейчас, вот в этой финальной сцене, он держал в простреленной ладони. Друзья, я надеюсь, вам понравился сегодняшний ролик. Если да, то обязательно поставьте лайк. А еще у нас есть телеграм-канал, где публикуются интересные посты и дополнительные материалы, а также различные обсуждения с автором канала. Обязательно подпишитесь на телеграм-канал Practical Shooting. Ссылка будет в описании. Ну и самое главное, если вы что-то интересное сами заметили в этом фильме, то обязательно напишите в комментариях. Нам будет интересно почитать. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!